Бриэнте, Мабухай, здравствуйте. Не замерзли в 9 тысячах километров от Родины? Да уж, у вас совсем не жарко. Но то, как со мной общаются, принимают, от этого становится теплее. Бриэнте Мендоса, филиппинский режиссер, оператор, продюсер, актер. Родился 30 июля 1960 года. Свою карьеру в кино начал в возрасте 45 лет. Снял фильм «Массажист», отмеченный золотым леопардом. Гран-при Международного кинофестиваля в Лакарно. В 2009-м за картину «Убой» удостоен награды за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля. Ленты Мендосы, постоянные участники программ «Берлинале» и венецианского «Кинобиенале». Так в какой ловушке скоро окажется наш зритель и сыр-то там будет? Филиппинцы не особенно любят сыр, скорее рис. Что касается драмы «Ловушка», я очень жду реакцию вашего зрителя. Этот фильм нелегкий, он о трагедии, о тайфуне, который разрушил целый город. Живые ищут мертвых, пытаясь сохранить себя и еще чуть-чуть веры в себя. А события продолжают испытывать их. Какую бы категорию поставили своему фильму? Плюс 12 или даже 18? 18 лет? Нет, думаю, из 12 можно. Все-таки этот фильм без каких-то запретных по возрасту сцен. Похожая трагедия может случиться где угодно. Это скорее своеобразный тест на человечность. Лучший режиссер «Планеты» по версии Канн 2012 года. Номинант на «Серебряного медведя Берлинале» и «Золотого льва Венеции». Не хотели бы поучаствовать в борьбе за золото листопада? Почему нет? Здесь одно из самых гостеприимных мест, среди тех, где я бывал. Оценили на фестивалях – здорово, приятно. Но главное, конечно, цель, ради которой ты делаешь тот или иной фильм. В зрительском голосовании основного конкурса, напомню, именно от публики, зависит, кому достанется бронза листопада. Сейчас, как видите, лидирует картина «Небесное кочевье» – Кыргызстан. Фаворитом конкурса игрового кино «Молодость на марше» остается российская лента «Пионеры-герои». Семь международных жюри свой вердикт объявят уже в эту пятницу.